МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако все утро здесь, на правом берегу, дежурил патруль ДПС. Инспекторы объясняли иркутянам, что нет никакой информации, когда откроется движение. Между тем, через несколько часов первые автомашины все же поехали по мосту в Свердловский район. Ну, знака нету, то есть запрещения нету, мы поехали. Удобно, потому что нам нужно срочно к налоговому попасть. А вы знаете, я как бы уже слышал, что его 24-го должны были открыть. Я живу в Академгородке, вот решил попробовать, вижу, он открыт. Несмотря на то, что некоторые смельчаки сегодня рискнули проехать вопреки правилам «С левого берега на правый», движение открыто только в одну сторону – из центра города в Свердловский район. К некоторым изменениям в схеме движения, как утверждают специалисты, иркутские автомобилисты привыкнут быстро. Главное – обращать внимание на знаки. По новой схеме вводится одностороннее движение на четырех магистралях. На улице 3 июля – от улицы Ленина до улицы Кожова. На улице Коммунистическая – одностороннее движение от улицы Кожова до 4-й Советской. Улица 25 октября теперь тоже с односторонним движением. На участке от Трелисера до Советской. И в Свердловском районе – одностороннее движение на Старокузмихинской от ресторана «Хуторок» до развязки нового моста. На этом участке движение в сторону микрорайона Первомайский будет организовано по улице Набережная, в сторону Плотины ГЭЦ, по улице Старокузмихинская. К сожалению, вот на сегодня знаки были открыты, и наши уважаемые водители не обратили на это никакого внимания. То есть ездят по привычке, так как они ездили всегда. И, слава богу, пока не возникало аварийных ситуаций, то есть люди с пониманием относятся ко всему этому. Но, тем не менее, хотелось бы обратиться к нашим водителям, чтобы они обращали внимание на знаки и выполняли их требования. Движение по новому мосту открыто для автомобилей. Общественный транспорт запустят по нему тогда, когда будут готовы и одобрены новые маршруты. Оксана Конфалия, Елизавета Шегвалеева, Александр Мокин, Владимир Селиванов. Новости сейчас. Новости сейчас.